Уважаемый Виктор Фёдорович, дорогие друзья, позвольте мне прежде всего благодарить сердечно Виктора Фёдоровича за инициативу собраться сегодня здесь, в Крыму. Комиссия, большая наша госкомиссия, давно не собиралась в таком составе уже более двух лет. Это были причины объективные. Сейчас ситуация изменилась, и действительно мы готовы к тому, чтобы на новую планку поднять уровень нашего взаимодействия. Большую работу проделали наши коллеги, в том числе и здесь присутствующие. 27 июня в Киеве состоялась встреча главправительств, и Комитет по экономическим вопросам подготовил целый ряд предложений и проектов, которые мы можем и должны двигать вперёд. Виктор Фёдорович уже отметил, что самым, конечно, важным для нас является сотрудничество в торгово-экономической сфере. Мы уже в ходе разговора с глазу на глаз упомянули о том, и я сказал о том, что Украина играет важную роль в торгово-экономических связях России. У неё 6,2% в общем объёме торгово-экономических связей России. Это немало. Это немало. И если мы будем иметь в виду глубокую кооперацию между нашими отраслями производства, то мы поймём тогда, что за этими цифрами стоят не просто цифры в процентах выражающихся. За этим стоит качественное взаимодействие наших крупнейших предприятий и целых отраслей экономики. Мы, разумеется, поговорим сегодня и о нашем сотрудничестве в военно-технической сфере. Здесь у нас тоже очень много возможностей. Работа уже идёт и идёт в самом прямом смысле этого слова в практическом ключе. Россия является традиционным рынком сбыта для продукции военного назначения очень многих украинских предприятий, так же, как и некоторые наши отрасли, зависят от украинских партнёров. Но о военно-технической сфере мы в этой области должны будем поговорить о наших планах очень подробно, имея в виду, что от этого зависит не только состояние наших вооружённых сил, но и состояние высокотехнологичных отраслей экономики, таких как авиация, космос, таких как судостроение. Хотя каждое из этих направлений имеет, конечно, и своё самостоятельное значение, не привязанное к военному сотрудничеству. В плане военного сотрудничества, конечно, будем говорить и о наших договорённостях по пребыванию российского военного флота в Крыму. Другим важным аспектом нашей совместной работы, безусловно, является гуманитарная составляющая. Это и язык, культура, это культурный обмен в самом широком смысле этого слова. Мне, наверное, не стоит в этой аудитории говорить, с каким уважением и интересом Россия относится и к украинской культуре, и к украинскому языку, и к украинским традициям. Но у нас сколько? Три миллиона украинцев живёт в России. Но дело не только в трёх миллионах этнических украинцев. Дело в том, что очень много дружеских, личных связей. Если иметь в виду, что у трёх миллионов украинцев в России есть ещё и жёны, и дети, то это уже как минимум в два-три раза всё больше. Но традиционные исторические связи между Россией и Украиной просто обязывают нас к тому, чтобы мы больше внимания уделили именно этим гуманитарным аспектам. Украина и Россия – очень надёжные партнёры на международном арене. В 2013 году Украина будет председательствовать в ОБСЕ, и, безусловно, нам бы тоже хотелось поговорить о ваших приоритетах, услышать о ваших приоритетах и обсудить наше возможное содействие в организации этой работы с украинских позиций. Но вот это далеко не весь перечень вопросов, которые мы собираемся сегодня обсудить. Спасибо большое за внимание. Спасибо.